На территории Тупиковой могут расположиться до 500 автомобилей. Депутат Андрей Крот предлагает перенести автостанцию и на ее месте организовать парковку. Объясняет инициативу просто. Сотрудникам первого завода негде оставлять свои машины. Предлагается перенести саму стоянку автобусов и диспетчерскую. А вот эту остановку, которая такого карманного типа, которая забирает людей из завода, ее оставить на прежнем месте. Таким образом, получается, если мы находим возможность организации стоянки автобусов в другом месте, начиная свой маршрут, автобусы будут подъезжать к этой автобусной остановке и забирать пассажиров. То есть, по задумке депутата, с прежнего места должен уйти лишь отстойник для автобусов. Базироваться они могут, например, на территории старой автозаправки. Туда уезжать с остановки Тупиковой и оттуда начинать свое движение. В администрации инициативу не поддержали. По словам Сергея Лобанова, директора департамента городского хозяйства, перенос станций обойдется городскому бюджету очень дорого в моменте и принесет увеличение затрат в перспективе. Плечо до этой новой точки километр в одну сторону, километр в другую сторону, два километра. Если вы на количество рейсов умножите, это очень большая цифра появляется ежедневно. То есть, это все рейсы, они будут ходить туда по два километра плюсом. Отсюда, собственно говоря, придется увеличивать контракт для того, чтобы выполнять эту задачу. Не поддержали депутаты и коллеги. Во-первых, по их мнению, чтобы детально говорить об инициативе, нужно сначала обсудить ее с Горавтотрансом и просчитать хотя бы ориентировочную стоимость переноса автостанции. Во-вторых, такие изменения пойдут явно не на пользу ситуации с общественным транспортом в городе. Это увеличение количества пробок, это увеличение количества автотранспорта в городе, это необходимость строительства парковок во дворах, это снижение пассажиропотока в общественном транспорте, потому что люди будут, чем больше удобства для автомобилистов, тем больше люди выбирают личный автомобиль. Это еще и снижение дохода в Горавтотранса в последующем. Несмотря на то, что инициатива не нашла поддержки, ее решили все-таки обсудить более детально. Для этого депутаты создали очередную рабочую группу, в которую войдут представители Думы, администрации ВНИЭФ и Горавтотранса. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.